К сибирским холодам эти березки готовы. Так что Сергей Безруков может петь и о барнаульских белоствольных. Их посадили в прошлом году. Как показала зима, молодые деревья успешно прошли испытания холодом. А это уже новые саженцы, которые высадили в этом году. Осень, говорят специалисты, самое удачное время для посадки. Зима в таком случае не помеха росту молодого дерева. С конца лета деревья приступают к процессу закаливания. Они уже тратят свои продукты фотосильдеза не на рост побегов и листвы, а именно на запас питательных веществ, которые они будут использовать весной для листвы, когда начнет распускаться листва, и рост побегов. Они уже подготовлены деревья к зимовке. На краевые субсидии и средства городского бюджета на улицах краевой столицы высадили около двух тысяч деревьев и еще больше кустарников. Однако на вырубку старых тополей и берез некоторые жители отреагировали скептически. Специалисты утверждают, обновлять зеленый городской фонд необходимо. Хвойные через каждые 80 лет, лиственные через 50. Кроме того, в городе немало опасного аллергена. Враг номер один – тополь. На этом тополейном пухе находится пыльца злаковых растений, то есть там тимофеевка, ежа, райграсс, которые вызывают аллергию у людей, склонным к развитию полиноза. Начинаются аллергические рениты, то есть это в виде чихания, заложенности носа, появляется зуд, першение в горле, кашель, одышка, может развиться бронхиальная астма. И это не единственный враг аллергиков. На первый взгляд, казалось бы, всем знакомый и безобидный клен. Он же североамериканский, он же ясенелистный. Но в период весеннего цветения его пыльца опасно для здоровья. Для людей как раз он-то и крайне нежелательный в плане мощного аллергена. Вот не зря эту древесную породу ввели в черную книгу Сибири, Алтайского края. Нужно всячески уже, как сказать, избавляться, засаживать, ну и той же самой березой, яблонями. Реновация зеленых зон в этом году завершена. Однако в ближайшую неделю планируется обновить участок на Малахово. Там, возможно, посадят еще 150 особых тополей, которых не будет ни пуха, ни аллергия. В следующем году в Барнауле обновят еще более 30 мест отдыха горожан. Дмитрий Бутков, Сергей Балуев. Новости.